всем привет с вами канал папа может и очередной наш курортный обзор сегодня мы посетим село большой утриж до него осталось доехать примерно километра полтора подъедем поближе и заодно покажем вам обзор цен моря пляжа и посмотрим какие есть развлечения в этом поселке оставайтесь с нами скажу что припарковаться здесь не просто трудно а вообще нереально есть платная парковка стоит 100 рублей час но мы проедем чуть дальше и поищем подешевле примерно в 50 метрах от дороги нашли парковку за 50 рублей в час и также здесь сдаются номера которые мы сейчас и посмотрим четырехместный номер есть две односпальные кровати и одна двухспальная также раскладное кресло поэтому можно разместиться и в пятером в номере все необходимое телевизор сплит-система санузел находится в номере цена за номер 2800 рядом с номером есть свой отдельный дворик в котором стоит холодильник и летняя кухня так что можно не просто разогреть покушать и поесть а и просто посидеть на свежем воздухе увидели еще одну вывеску о сдаче жилья зайдем посмотрим какие здесь комнаты и какие условия четырехместный номер две односпальные кровати и одна двухспальная шкаф телевизор и конечно же кондиционер цена 2 400 общий санузел идет на 4 номера также общая кухня есть печка и холодильники посуда предоставляется можно заехать прямо на территорию набережной но это будет стоить уже 500 рублей сразу на пляже есть столовая сын проголодался зайдем перекусим классическое меню порция макарон без ничего и 2 компота с хлебом обошлось 89 рублей спрашиваю сын можете котлету шашлык почему может подлива и подлить вот так вот друзья не думайте что мы изверги и морем детей голодом еще одна столовая и ради интереса зайдем и сравним цены также внутри столовой можно сразу отведать и горячего шашлыка сувенирная лавка зайдем посмотрим цена от 30 рублей друзья ну и мы переходим к самой курортной части обзора курорта это конечно же пляж и море ну и мои первые впечатления пляже здесь не сильно много людей но не понравилась крутая лестница которая ведет к пляжу традиционный прокат гидроцикла бананов гидроцикл 1500 рублей 10 минут а банан 350 рублей с человека также как и на любом курортном пляже здесь есть катамараны стоит 500 рублей в час без горки и 700 рублей который правее с горкой сейчас три часа дня самая жара и думаю самое время освежиться ну и заодно по традиции покажу вам прозрачность воды и дно этого пляжа а и а Субтитры создавал DimaTorzok Думаю, самое время оценить этот пляж. Поначалу, как заходишь в воду, идет мелкая галька, но поглубже начинают встречаться и крупные камни, покрытые водорослями. Но поскольку оно на глубине где-то метра два с половиной, то никакого дискомфорта оно не вызывает. Поэтому за дно ставлю 4 с плюсом. Что касается прозрачности воды, вода в целом чистая, прозрачная. Нет ни медуз, ни мусора, поэтому за воду ставлю 5 баллов. Пляж в целом тоже очень понравился. Поначалу показал вам крутую лестницу, но и стоило пройти метров 50 правее. И довольно пологий спуск. Есть лежаки, есть бананы, горки, мотоциклы, гидроциклы. В общем, за пляж ставлю твердую четверку. Друзья, ну показал вам все как есть. Примерно в 10 метрах от пляжа находится еще одна столовая. Интересно, какие здесь цены. Для любителей морских прогулок есть прогулочный катер. Цена его 400 рублей взрослый и 300 рублей детский. Дети до 5 лет бесплатно. А это уже океанариум в Большом Утрише. Цена 300 рублей. Дети до 3 лет бесплатно. Легендарный Утришский дельфинарий. Слышал про него много хороших отзывов. Ну и, конечно, его цены. Центр изучения Черного моря. Зайдем узнаем, что это такое. Расскажите, что у вас есть интересного и увлекательного. Центр изучения Черного моря находится на Большом Утрише и предлагает три вида экскурсий. Первая из них и как бы не главная, а первая значимая экскурсия – это тайны глубин Черного моря. Вы можете увидеть аквариумы с живыми жителями Черного моря, уникальная экспозиция, морская вода, чистые, ухоженные аквариумы и рыбы, экскурсовод. Экскурсия порядка 35 минут, прохладные помещения и много интересной и полезной информации как для взрослых, так и для детей. Вторая экскурсия называется «Мир в капле воды». По большому счету это лабораторные исследования, но интересны они как взрослым, так и детям. Мы берем воду из Черного моря, рассматриваем жителей Черного моря, тех, которых нельзя увидеть невооруженным глазом. Под микроскопом хорошо видно, что есть живые микроорганизмы, большие и маленькие, которые взаимодействуют между собой, с нами, с вами, друг с другом, со Вселенной в целом. И третья экскурсия, которая предлагается нами – это экскурсия в горы тропой можжевельников. Мы приходим в предзаповедную зону, у нас есть несколько тематических остановок, маршрут средней сложности. Проходят и взрослые, проходят и дети, получают информацию об истории образования острова, легенды, истории событий военных лет, растения, животные наших мест, занесенные в Красную книгу. Мы учим людей любить природу, бережно относиться к растениям, к животным, к рыбам и ко всему, что окружает нас. Потому что все это очень хрупко, и это нужно беречь. Это наша основная задача, потому что у нас образовательный центр. Мы не только развлекаем, но и учим людей правильно относиться к миру. Спасибо! Ну, на этой ноте мы будем завершать свой обзор. В целом скажу про поездку. Все очень понравилось, особенно море. Для любителей клубной жизни, тусовок, я не увидел здесь ничего. Показал вам все как есть, без преувеличений. Понравился обзор? Поддержите лайком. Задавайте свои вопросы в комментариях, обязательно отвечу. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Впереди у нас еще много обзоров. Ну и до новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok